Вы никогда не задумывались, девчонки, всегда ли у мужчин одинаковый оргазм? Наверняка вы замечали, что иной раз ваш мужчина прям рычит во время оргазма, насколько ему круто, а иной раз, ну, как-то так. Вот на самом деле у мужчин, так же, как у нас, есть ощущения, есть шкала этих ощущений. И вот, допустим, возьмем десятибальную шкалу по ощущениям в оргазме у мужчины. И вот единица – это где, ну, совсем чуть-чуть он что-то ощущает, а десятка – это мощный такой глобальный оргазм. Так вот, я сейчас вам очень просто, без каких-то анатомических сложностей, вот простым совершенно языком попытаюсь объяснить, как мужчины по этой шкале можно охарактеризовать их оргазм и от чего он зависит. Вот представьте, молодой парень, молодой, здоровый парень оргазмировал. У молодых ребят сперма может улететь очень далеко, то есть она быстрее лежит, вот он лежит на кровати, оргазмировал, и сперма улетела на телевизор. От чего это зависит? От мышечных спазмов, которые, грубо говоря, выдавливают семя. То есть, девчонки, очень простым языком, чтобы всем все было понятно. Так вот, у молодого парня мышечная структура еще в норме, она в хорошем состоянии, и вот этот вот мышечный спазм, который дает выстрел в сперме, он очень сильный. С возрастом мышечная структура у мужчин слабеет, и этот спазм становится все меньше, 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 и сперма сначала летит далеко, потом не так далеко, потом еще меньше этот выстрел, потом она совсем уже начинает подтекать, и у мужчины в возрасте уже вообще этого выстрела нет, и идет такое подтекание. Так вот, сила и ощущение оргазма как раз напрямую зависит от этого мышечного спазма. Чем сильнее вот этот спазм, тем ярче у мужчины ощущение. И с возрастом эти ощущения, соответственно, из-за ослабления мышц тазового дна, становится все слабее, слабее, слабее. Для большинства сейчас новость, что мышцы как-то вообще участвуют в семяизвержении, участвуют еще как, без мышц его бы и не было, этого семяизвержения. Так вот, для того, чтобы вы всегда, мужчины, чувствовали офигительные оргазмы, чтобы у вас был мощный вот этот выстрел спермы, необходимо тренировать интимные мышцы, так же, как и женщинам. И от этой тренировки вы получите еще много дополнительных бонусов, не только яркость, а в ощущениях. То есть вы сможете пролонгировать акт половой, то есть вы сможете долго держаться, а это большая необходимость для большинства женщин, которые долго идут к оргазму, и чем мужчина дольше может держаться в половом акте, держаться это значит не экулировать, тем больше он оставит удовольствие женщине. То есть тренируйте свои мышцы, не ленитесь, и начинайте тренировку этих мышц уже сейчас. Не доводите до простатита, до импотенции, до плохой эрекции, то есть сначала это начинается слабая эрекция, а потом уже импотенция. Не доводите до того, чтобы ваши ощущения были низкими во время оргазма. То есть тренируйтесь, занимайтесь своим здоровьем.